Не только научить, но и защитить от террора и криминала в ульяновских учебных заведениях. К новому учебному году готовы. Наша съемочная группа побывала в школе номер 52. Там нас встретила заместитель директора Ольга Кашеварова. Она утверждает, что в ее школе учебный процесс будет проходить спокойно, ведь все меры предосторожности соблюдены. По периметру школы установлено ограждение, соответствующее всем требованиям безопасности. Кроме этого работает тревожная кнопка. С целью антитеррористической безопасности в школе имеется физическая охрана. На входе в школу дежурит вахтер и сотрудник частной охранной организации, с которой будет заключен договор. Работает турникет. Все дети имеют персональную карточку, с помощью которой проходит через этот турникет. Подполковник полиции Вячеслав Сборщиков осмотрел учебное заведение и напомнил ученикам и учителям о том, как вести себя в нештатных ситуациях. Например, если в школу все-таки проник преступник, необходимо нажать тревожную кнопку. Через несколько минут после вызова прибудет группа задержания вне ведомственной охраны. При подозрении на теракт алгоритм действий подобный. Также нажимается кнопка вызова подразделения вне ведомственной охраны. И дополнительно руководством школы организуется эвакуация с участием представителей администрации школы, учителей. Детский сад номер 258 на улице Репина оснащен и камерами, и кнопками, и противопожарными системами. Также в нем работают внимательные сотрудники. Я уже не первый ребенка своего вожу. У меня двое детей в настоящее время ходят. Один выпустился. Меня уже, например, знают в лицо. Но я была свидетелем, когда охрана просила показать удостоверение и подтвердить кого-то, что именно это действительно знают ли этого родители. Естественно, беречь детей необходимо не только в помещениях, но и на улице. В городе появился новый проект, для проведения которого выбрано 15 школ первопроходцев. Светлана Куликова рассказала о нем подробнее. Родители этих 15 пилотных школ выходят на дороги для того, чтобы помочь детям перейти через улицу, помочь детям адаптироваться после летних каникул на улице и, конечно, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, которые, к сожалению, у нас проходят. Проект создан по инициативе губернатора Сергея Морозова. Если родительские дружины окажутся эффективны, то остальные школы тоже присоединятся к движению. Об этом будет известно в конце первой четверти. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.